добрый день сегодня в продолжении темы так называемых чемоданных электрофонов хотелось бы поговорить про электрофон лидер 306 моно представить вашему вниманию такое интересное произведение советской отечественной радиопромышленности популярная среди студентов и скажем так небогатых слоев населения форма электрофона чемодана который можно так сказать компактно хранить и прослушивать получила свое дальнейшее развитие разработкой саратовским заводом с интересным названием корпус целой серии вот таких электрофончиков лидер в отличие от родственных ему электрофонов класса юность молодежный юбилейный предшественник всех этот электрофон характерен тем что он имеет возможность питаться не только от сети 220 вольт но и от батареек что делает его поистине универсальным то есть проигрыватель электрофончик может взять с собой куда не в поход на пикник на природу и получить сказать эстетическое удовольствие вот не только от природы но и от музыкального сопровождения выполнен в таком интересном форм-факторе чемодан со съемной крышечкой который является усилителем и одновременно значит коммутационным блоком усилителем в общем все находится в ней а вот собственно говоря само электропроигрывающее устройство здесь у нас представлена такой выкидывающийся панельки частные лапторы и посмотрим вот таким образом нажав на эти две кнопочки по бокам электрофончик у нас разбирается легким движением руки он соответственно превращается вот в такой разборный блок вот что интересно для этого электрофона характерно значит он оснащен прямо приводным сверх тихоходным двигателем прямо приводом скажем так условно вот мы снимем резиновый мат диска и убрав фиксирующий колечко поднимем диск то мы видим что вот он электродвигатель вот электродвигатель находится сбоку несколько накачающейся подвески вот он его вал а привод осуществляется посредством непосредственного контакта вала вот с этим резиновым ободком который находится на диске управление скоростью двигателя электронная двигатель тихохода действительно тому точную подстройку можно делать посредством вот этого подстроечного регулировочного винта который является собственно говоря регулятором интересное решение регулятором сердечника находящийся в трансформаторе управляющим электронным блоком работы двигателя давайте мы вернем на место наши скажем так диск и соответственно резиновую прокладочку мат которая расположена на нем вот так сказать вот на диске еще интересная вещь такие два ряда сробоскопических рисок с значение 33 и 45 то есть если светить на эти риски обычной электрической лампочкой при частоте только 50 герц и регулировать скорость вращения диска вот этим регулятором про который я уже говорил то вам нужно добившись того чтобы на скорости 33 оборота меточки визуально стояли по внешнему кругу а на скорости 45 соответственно по внутреннему кругу меточки как бы визуально у нас стояли сробоскопический эффект при вращении диска вот можно точно построить частоту двигателя вот такое интересное решение и талончик так сказать всегда с собой мы посмотрим как эта штука работает вот задней стеночке вот этого блочка проигрывателя имеется простейший штепсельный соединитель на 5 контактов то есть 5 бинт вилочка стандартная для аппаратуры тех времен а вот здесь у нас имеется соответственно несколько входов то есть вот это вот акустический агрегат это колоночка так сказать мы назовем она может помимо всего проще работающей как внешний усилитель ежели к ней подключить на входы радиотрансляционную линию магнитофон и мой электропроигрыватель компьютер можно в наше время отключить в mp3 play все что угодно полезная штука причем все это питаться будет на природе от батареи как я уже сказал несколько элементов так значит здесь у нас имеются входы вход обозначенный стрелочкой это как раз для подключения вот этого электропроигрывающего устройства подключаем его соответственно то есть через этот шнур у нас пойдет и питание на вертушку и соответственно и будет снимать сигнал который поступит уже на усилитель вот ну а питание агрегата он располагать батарейном отсеке который рассчитан на 6 элементов 3 типа 1 2 3 4 5 6 до 6 больших круглых батареек или как раньше называют элемент 373 вот возьмем наш нурочек ставим его соответствующие скажем так соответствующую штекер соответствующий гнездо ставим штекер нашего утилительного блока воде из два гнезда есть на 12 вольт есть можно от автомобильного аккумулятора через специальный переходник питать и вот есть на 220 вольт это соответственно будет питаться от сети вот воткнем нашу вилочку в сеть и посмотрим что же мы увидим вот увидим следующее при нажатии кнопки сеть у нас загорится индикатор питания и вот три рукояточки которые соответственно регулируют у нас громкость тембр по высоким частотам тембр по низким частотам попробуем как все это работает движение возьмем какую-нибудь затертую пластиночку вот значит скорость у нас стоит номинальная которая нужна для этой пластиночки вот тут есть включаемый автостоп который работает на пластинке кнопочка еще на 30 либо 17 сантиметров диаметром то есть предназначен аппарат для проигрывания пластинок практически любых форматов скорости 2 33 45 вот иголочка соответственно здесь переворачивающаяся обычно газы как головка звукоснимателя керамическая вот можно ее перевернуть и на положение 78 но и не знаю для чего это сделано пластинки на 78 оборотов здесь проигрывать невозможно вот но мы включили питание вот берем наш скажем так тонарм переводим нужное на место пластинки и вот интересный момент такой микролист как бы работающий механически повернув вот таким образом вот громкость тяжелее небольшая я еще схемку не копал тем не менее играется как вы видите посмотрим как у вас работает автостоп который у нас включен данный момент значит остановка воспроизведения осуществляется поворотом вот этой головочки по часовой стрелочке вот видите мы поворачиваем микролист срабатывает поднимает нашу головку звукоснимателя на тонарме и соответственно питание мотора тоже прекращается давайте поставим куда-нибудь поближе к концу чтобы посмотреть сработать ли наш герконовый дорога двигателя прослушивается почему-то автостоп у нас не захотел сработать насколько я гляжу может быть соответственно не была отведена головочка проигрывателя назад в свое время для того чтобы четко сработал автостоп нужно головочку вот так назад автостоп включен наверно сейчас посмотрим еще раз нет по прежнему не хочет работать а что было бы при отжатой кнопочки еще раз попробуем а